осень осень суббота 15 октября решил да надя с володей прогуляться пешком а то все на транспорте да на транспорте то на скутере то на самокате так что пешком будет как бы ловче и чтоб не застаиваться доброе утро друзьям это мы воскресенье приехали на местный рыночек сейчас мои пошли там покупать свитер дочки и вот такая вереница автомобиля еще до рынка не доехать то есть двух сторон то есть воскресенье рынок настолько популярны что машинами заставлена вся дорога туда не пройти не проехать а мы как раз на машине сегодня выехали холодно ветер очень холодный 9 градусов тепла по ночам даже один градус бывает и ветер очень сильный и холодный ну что друзья хороший солнечный день поехали на море да я был в еське по делам там яйцо отвез поехали на море заодно посмотрим в каком состоянии находится стройка того перешейка на есенскую переправу дороги здесь вижу грави возят самосвала есть значит дорогу продолжают ремонтировать так вот уже дошли до сюда с этими раскопками пока все остается по-прежнему работа идет конечно она идет не так как строят знаете какие-то стройки серьезные сразу надо построить неспешно скажем так но техники достаточно много техники много но вот как был сложен вот этот вот бур 1 так он и сложен здесь вот экскаваторы с ковшом 1 каток ну грузовики постоянно здесь вот тут уже обозначен съезд раньше это было где-то месяц назад полтора два дальше сейчас уже дошли до сюда так вот тут все два экскаватора стоят здесь большая траншея в общем дорогу потихонечку армируют ведут ее ведут потихоньку помаленьку дело движется также застилает пленочкой потом засыпают вот эти кубы в сетках камни работа потихоньку идет вот здесь уже видно что вот в три вида камни это будет трасса вот поверх водосливы я вижу есть переливы наверно скорее всего так вот ну вот видите что творится опять ветер дует выдувает море вода опустилась аж ушла песок девственный песок наступаешь на него он твердый очень по нему ехать вообще прекрасно машина едет следы еле-еле оставляет вода уходит друзья вода уходит вода чистая незамутненная на дне все видно жестяночка какая-то но так как ветер сильный дует воду отогнал а вообще вода прозрачная да тут сейчас очень мелко буквально будет совсем по колено по колено глины по колено воды вон какой получается подъем а вода она вот сюда даже доходила вот здесь ну это когда шторм когда вот обычный ее уровень он вот такой вот здесь можете себе представить да насколько ушла вода метр наверное будет да на целый метр может на 90 сантиметров так где-то вода понизилась там далеке я вижу люди имеется мне сейчас не видно по экрану дома уже можно будет увидеть осень 17 октября друзья 17 октября купаться конечно солнышко чуть-чуть греет здесь ветра сейчас нет завтра обещает около 18 градусов тепла и завтра обещает что не будет ветра я завтра весь день дома буду заниматься домашним делами там и хлеб и другие работы сегодня ездил город купил пены монтажный и под пистолет и дешевый пистолет и пену монтажную соском просто там надо кое-что у нас еще запенивать в общем типичные осенью работы но еще октябрь еще впереди ноябрь он не будет жестоким я надеюсь декабрь по-разному бывает но обычно так терпеть теперь терпеливый декабрь можно терпеть там просто может быть погода начнет более пасмурная находиться станет уже не так солнечно но сейчас вот такой ветерок градусов 15 есть градусов 15 есть конечно необычное зрелище ток гладенький и плотный очень плотный по нему идешь как по асфальту не ни капли не проваливаешься вот просто идешь наступаешь вообще продава нет никакого как по асфальту или знаете как больше похоже на покрытие где детские площадки сейчас резиной заливает вот примерно вот так вот идешь как резина все равно что же что же ладно море посетили лето закончилось быстро быстро лето закончилось жалко так хотелось бы еще на сапе прогуляться было бы здесь круглый год лето это было вообще прекрасно и туда вдали мой берег есенской косы хорошая погода такая маловетренная ветерочек маленький и на сапе по морю прозрачным ой красота 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 для души и для тела приятно так теперь о пене пену то купил вот такую монтажную пену профлекс ну вы знаете она стоит 400 рублей короче говоря а нет это 269 рублей да вот это 400 рублей стоит 400 техниколь но это под пистолет купить дешевый пистолет нас есть пена дорогая там еще осталось вот это вот титан но она для того чтобы бетон вклеить а пистолет по 200 рублей уже подорожали даже разовый пистолет ну запенивать будем я посмотрю как она будет работать здравствуй сторона ну про самолет вы уже все знаете и сами вы знаете единственное что я скажу по этой теме вчера когда появились эти новостные ленты то даже вот необычно что эти новостные ленты шли не наших различных каналов а зарубежных то самое неприятное было то что под этой трагедии под этим роликом по то трагедии были комментарии людей которые злорадствовали и радовались этому этой трагедии это было самое самое незабываемое я написал комментарии там на эту тему его подержал много людей но самый последний негодяй может радоваться гибели абсолютно мирных людей которые вообще никак не причастны каким-либо событием это касается любой страны гибнущих людей любой страны и только самые последние негодяи могут радоваться такому трагичному событию вот и все что я скажу по этому поводу остальное вы знаете без меня сегодня в понедельник стоит как и обещалось очень хорошая погода теплая ветра нет завтра тоже обещают такую же погоду а вот послезавтра уже будут дожди и знаете так хочется что не такого положительного в этом мире уже столько отрицательного наша земля хватанула за все это время что уже трудно даже себе сохранить некоторые позитивные моменты как хорошая погода теплые вот эти пара дней приходишь друзьям хочешь искренне порадоваться что за что-нибудь но различные события происходящие в нашей стране радости не прибавляют причем самое интересное что от нас вот с вами лично вот от единичного нами с вами ничего исправить нельзя и это понимает каждый итак друзья я тут на медне выписал для своей электронной мышеловки аккумуляторы думаю сэкономлю я на батарейках аккумуляторы пришли не того размера друзья они пришли как раньше был 373 элемент кто помнит 373 элемент это такая толстая батарейка круглая для фонариков таких цилиндрических были такие цилиндрические фонарики и в них вставлялась там две или три батарейки вот у меня оказались 4 великолепных аккумулятора литиевых по 10 тысяч ампер заявленных и заряжаются от type-c то есть ну все прекрасно и я готов их продать первому встречному который вдруг услышит эту информацию там есть привезу то есть у меня четыре новых аккумулятора как элемент 373 это большие цилиндрические батарейки так скажем ну которые заряжаются от usb порта долго хранят в себе мощности и годятся для любого фонарика стоимость этого комплекта 2000 рублей я даже скидываю 2000 рублей за 4 батарейки то есть по 500 рублей за каждый аккумулятор я покупал дороже просто эта скидка за свою оплошность я не посмотрел что это размер lr-20 я в этом честно говоря не разбираюсь в этих европейских размеров а мне нужен был lr-14 пролетел но я считаю что деньги не на ветер у меня правда нет такого образования работающего на этих батарейках но я надеюсь муж кто-то купит у меня эти аккумуляторы новенькие прям упаковки с даже с этими со шнурками для зарядки то есть не надо зарядное устройство достаточно любой порт везде хоть телефоны чем заряжаете наша электронная мышеловка отработав уже месяц и даже более радует меня постоянно она работает спокойно уверенно четко убивая этих мышей сколько бы они не плодились и не размножались их все равно стало меньше и мы добиваем уже последних и зрелище не для слабонервных можете отвернуться на пару секунд вот эти мыши мы их выбрасываем сюда потом если чего коты может оживут а потом либо выкинем куда-нибудь в утиль в костер то за одну ночь друзья иногда ночь встаешь смотришь она зелененькая лампочка мигает значит уже там готов очередной мышь отправился про отцам вот такие пироги эти вертятся около винограда куры постоянно им все хочется эти гроздочки покушать мы едим их потихонечку вот эти грозди оставшиеся ну вот еще вот здесь вот есть держание господи вот потерял из виду на трубой до потихонечку я срываю ем их они косточками они это винный сорт технический для вина вообще идеальный молдова пожалуй друзья я этот ролик уже заканчиваем следующие же будет надеюсь позитивнее пока до следующих встреч если что пишите на ватсап он под каждым роликом а а а Продолжение следует...